В последние недели складывается впечатление, что в Башкирии ничего кроме Куштау и БСК не происходит. Действительно, эта тема затмила всю новостную повестку. На самом деле, конечно, это не так. Я сегодня постараюсь поговорить о других событиях. Однако, мимо истории с БСК и Куштау, мы, конечно, и в этом выпуске пройти не сможем. Давайте сначала вкратце пробежимся по тем событиям, которые произошли вокруг БСК на прошедшей неделе, прямо в хронологическом порядке, а потом попытаемся осознать и разобраться в том, что бы это значило и к чему это приведет впоследствии. В начале недели Хабиров заявляет о безответственном поведении акционеров БСК, о том, что они не идут на контакт и так далее, и так далее. Напомню, что это в крайней степени противоречит тому, что говорил и Хабиров, и Мурзагулов, и вся эта свора заранее. Буквально месяц назад они носили на руках БСК и акционеров, благодарили за многомиллиардные пожертвования и выплаты в бюджет. Но теперь, значит, ситуация изменилась кардинально. Далее вовсе происходит неожиданное и грандиозное. Владимир Путин заговорил о БСК, сообщил о том, что в прошлом году БСК получило выручку 45 миллиардов рублей, из которых только 2,5 миллиарда истратило на реконструкцию. Путин с гневом вопрошает, где же деньги, потом сам же отвечает на собственный вопрос и говорит, что деньги в офшорах, что подобное недопустимо, что акции содовой компании чудесным образом исчезли у государства и оказались в руках частных акционеров и недвусмысленно дает поручение следственным органам и правоохранителям разобраться в этой ситуации в срочном порядке. Сразу же после заявления Владимира Путина Хабиров меняет риторику, сообщает о том, что теперь он уже не рассматривает вариант выкупа акций БСК и доведения государственного пакета до контрольного, а будет настаивать на розыске, поиске и нахождении нарушений в сделке 2013 года, когда СОДУ соединяли с Каустиком. Несомненно, что почувствовав поддержку Владимира Путина, Хабиров перешел в контрнаступление и избрал путь уже, как говорится, безденежного отъема этого актива. Буквально через два дня после выступления Путина прокуратура Российской Федерации заявляет о том, что уже найдено грубейшее нарушение в сделке 2010-2013 года по объединению Акционерного общества СОДА и Каустика, и прокуратура в срочном порядке направляет Следственный комитет документы на возбуждение уголовных дел против должностных лиц, допустивших утрату контрольного пакета акций СОДУ предприятия, с формулировкой о том, что не были учтены интересы Российской Федерации в этой сделке. А также прокуратура направляет в арбитражный суд требования об изъятии активов у БСК с целью защиты их и недопущения их перепродажи. Уже к концу недели начались совершенно смешные вещи в этой области. Центральные каналы прибыли в Уфу. Первый канал начал брать интервью защитников Куштау. Договорились до того, что Хабиров плечом к плечу стоял с защитниками Куштау и не давал БСК захватить Священную Гору. БСТ тоже не отставало. Господин Барданов на БСТ пытается рассказать о том, как Хабиров сплотил весь башкирский народ в борьбе с олигархами и кровопийцами башкирского народа. Мурзагулов, впрочем, в противоположную сторону от Барданова прячется на квартире, изображая себя тяжело больного ковидом. В общем, тут совершенно уже началась комарилия. Договорятся, наверное, скоро до того, что и глава Шамбайского района вот эти свои матерные требования высказывал вовсе не защитникам Куштау, а, наверное, в адрес Росгвардии. Ну и вишенкой на торте в событиях вокруг БСК на этой неделе было заявление Хабирова о том, что история с похищением акций содового комбината началась даже не в 2010-2013 годах, а ранее в 2007-2008 годах. Теперь давайте проанализируем все эти события и поймем, чем они истолкованы, к чему они нас дальше приведут. Первоначальные заявления Хабирова о том, что нужно бы выкупить акции БСК и сформировать контрольный пакет государства, конечно, говорили о том, что Хабиров не знает, как поступить. Безусловно, непонятны были источники финансирования подобной сделки. И это были, как говорится, начальные заходы. Но потом загадочным образом на столе Владимира Путина появляется папка. Прямо скажем, загадочные и очень могущественные люди проникли в душу нашего президента и внушили ему то, что внушили. На самом деле, конечно, в очередной раз кто-то очень мастерски дезинформировал Владимира Путина. Хотя бы потому, что на самом деле выручка БСК в прошлом году была несколько иной и больше, чем 45 миллиардов рублей. На самом деле, если бы каждое предприятие вкладывало 2,5 миллиарда из 45 выручки в свою модернизацию, то нужно было бы раздавать ордена и медали, потому что выручка это совсем не прибыль. Но, тем не менее, Путин в свойственной ему манере, не очень-то вдаваясь в детали, очертил так картинку и потребовал разбирательства. Теперь, как говорится, сделанного не вернешь, фарш обратно не провернешь. Президент высказал свое веское слово, и у нас принято никогда с ним не спорить. И, естественно, Хабиров меняет свою риторику. Теперь, понимая, что платить совершенно не нужно, а можно будет отнять, Хабиров переходит к этому описанию того, как, оказывается, ужасно все было устроено. Абсолютно фантастически быстро, в течение двух суток, прокуратура Российской Федерации разобралась в том, что произошло в 2010-2013 году. Разобралась в этом гигантском массиве документов, о котором говорила мадам Полянская, о том, что она не в состоянии разобраться и выявить эти нарушения. А вот Генеральная прокуратура Российской Федерации магическим образом, я бы сказал, выражаясь терминологией Владимира Путина чудесным образом, разобралась в этой ситуации и тут же нашла нарушение. Тут, конечно, появляется масса вопросов. Во-первых, подобные сделки всегда подвергаются государственной экспертизе, в том числе и экспертизе через правоохранительные органы. Абсолютно. Ревизионных органах в 2010-2013 годах санкционировал эту сделку и признал ее законной. К истории о том, что прокуратура передает в СК требования о привлечении должностных лиц к ответственности. Ну, тех, кто как будто бы допустил вот это ужасное событие по передаче активов государства вот этим вот частным бенефициарам. Хорошо, давайте подумаем, кто у нас должностные лица на 2013-2010 годы. Это, безусловно, Хамитов, он председатель правительства. Это господин Искужин, который возглавлял тогда Министерство земельных и имущественных отношений, которое формально владеет всеми активами, значит, всеми предприятиями, долями в предприятиях. И господин Маврин, который руководил экономическим блоком в правительстве. Вот эти трое, пожалуй, что самые перспективные кандидаты на расследование, дознание в адрес должностных лиц. Надо понимать, каким образом работал механизм передачи активов Акционерного общества СОДЭ в общий котел от этого нового БСК. И каким образом 63% участия государства превратились в 38%. Я могу лично свидетельствовать о том, что господин Хамитов с большой тревогой и несвойственным для него напором в то время доказывал всем о том, что это очень выгодно. То есть даже в личной беседе со мной звучало о том, что 38% БСК будет для Башкирии выгоднее, чем 63% только в АО СОДЭ. И, дескать, капитализация предприятия чудовищным образом возрастет, предприятие станет больше, оно 38% участия будет приносить республике больше денег, чем 63% участия только в СОДЭ. С точки зрения математики подобное вполне возможно. Действительно, Хамитов достаточно убедительно тогда трактовал вот эту ситуацию. Однако мы не знали тогда деталей, каким образом технологически растворились акции СОДЭ, которые были дороже, чем акции Каустика, вот в этом общем котле. Мы не знали, каким образом будет управляться это новое единое предприятие. А как потом выяснилось, оно было узурпировано теми, кто владел большим количеством акций. И решения по выплате дивидендов и так далее принимались исключительно ими. Хотя, все-таки надо помнить, что 38% так и контролировались государством и республикой. И в итоге, конечно, представители правительства и администрации главы республики вполне себе могли и могут влиять сейчас на ситуацию на БСК. Каковы перспективы вот этой троицы Хамитов и Скожин-Маврин в случае какого-то пристального и пристрастного, на мой взгляд, разбирательства со стороны правоохранительных органов в ближайшее время? Учитывая скорость развития событий, я вполне себе допускаю, что на следующей неделе или на ближайших неделях уже начнутся активные следственные действия, выемки документов на БСК и в Министерстве земельных и имущественных отношений в попытке проанализировать всю эту ситуацию и найти виновных. Что грозит физическим лицам-бенефициарам БСК, догадаться, наверное, несложно. Я думаю, что начнутся аресты и в данном случае заочные аресты, потому что все они находятся за рубежом и явно не собираются возвращаться в свою тревожную родину. Хамитову тоже, наверное, что-то грозит, но не сильно. Маврин и Скожин, безусловно, отделаются тем, что они исполняли поручение. Дело в том, что сама по себе сделка оформлялась на основании решения правительства. Именно правительство Республики Башкортостан, которое тогда возглавлял Хамитов, приняло решение о целесообразности слияния этих двух предприятий. А дальше уже пошла цепочка поручений, экспертиз, всевозможных заключений юридических групп, которых было очень много. В том числе целый департамент юридический, который работал в Министерстве земельных и имущественных отношений, на стол и господину Искужину, и господину Маврину положил заключение о том, как должна происходить эта сделка, как она совершается по закону и так далее. В том числе я напомню, что и правоохранительные органы, конечно же, участвовали в оценке законности этих процессов. И сейчас будет очень сложно опровергнуть то, что они тогда подтвердили законно. А то, что касается должностных лиц 2007 и 2008 года, того периода, в который, как предположил Хабиров, начался процесс передачи соды в чужие руки, тут, конечно, список достаточно понятный. Это Рахимов, Байдавлетов, Сарбаев и, кстати говоря, сам Хабиров. Такое ощущение, что Радий Фаритович забывает, что он второй раз пришел в Башкирию и в 2007-2008-2009 годах он трудился на посту руководителя администрации Муртазы Рахимова и принимал самое активное участие во всех экономических процессах, которые происходили в республике. Я нисколько не сомневаюсь, что он был в курсе того, о чем говорит теперь. То, что касается господина Сарбаева, он уже дистанцировался от этой ситуации, с жаром начав утверждать, что он там совершенно ни при чем, никаких бумаг не подписывал и, как говорится, ни при делах. А Байдавлетов-то и вовсе в Германии, никто его оттуда уже, наверное, не выковырять никогда. Так что, наверное, вот, должностным лицам периода 2007-2008 годов не грозит вовсе ничего. В результате событий, которые произошли вокруг БСК на прошедшей неделе, стало, конечно, очевидно, что пиар господина Хабирова абсолютно полностью перешел под контроль московских кураторов. Они резонно осознали то, что вот эта вот группировка потомков Салавата ведет Башкирию к какой-то социальной, экономической и политической пропасти. Вот эта вот гоп-стоп-компания Мурзагулов, Барданов, Кельсинбаев и примкнувшие к ним, они, конечно, ну, совсем уже взорвались и потеряли чувство реальности. Наверное, это уже понял и Хабиров, потому как, по сути, разогнал всю эту кампанию по углам, их не видно и не слышно. И теперь москвичи формируют образ главы Республики Башкортостан уже чуть ли не через центральный канал. Однако вопросы остаются, что же будет дальше? Вот даже если сейчас успешно пройдет реприватизация БСК, каким образом комбинат будет работать и где будет брать сырье. Ведь речь идет о том, что он должен работать, работать в каком-то новом формате, под там, новой юрисдикцией и так далее, и так далее. Уже поползли слухи о ходолазовском месторождении, которое, возможно, будет использоваться как источник сырья для БСК. Однако, двумя неделями ранее произошло загадочное событие. Австрийская компания Лассесбергер выкупает у ГМК вот это ходолазовское месторождение якобы для собственных нужд для производства цемента. Каким образом будет происходить сотрудничество БСК и Лассесбергер, из какого перепуга государственное, возможно, уже полностью государственное к тому моменту предприятие, сольется в экстазе с австрийскими компаньонами. Совершенно непонятно. Хабиров с жаром утверждает, что никакому новому собственнику БСК передаваться не будет. Однако, уже появились разговоры о том, что интересантом всей этой истории вполне себе может выступать Уралкалий. Пока все это слухи, пока это все разговоры. Я вполне допускаю, что часть из них абсолютно ложные или запущены специально, чтобы немножко дезориентировать ситуацию. Вообще, конечно, вот этот клубок загадок и всевозможных интриг, который произошел вокруг БСК, очень сложно распутать и понять истинные цели и задачи. Одно очевидно, что администрация Хабирова, сам Хабиров и его приближенные, в частности, например, господин Баширов, безусловно, намерены погреться вот у этого костра, который называется БСК, и, конечно же, не без пользы для себя лично. Одним из очень прискорбных и печальных последствий того, что происходило вокруг БСК в Башкирии является то, что огромное количество людей дискредитировали себя в глазах общественности и в глазах населения республики, пытаясь следовать вот этим трендам, которые задавал господин Мурзагулов. Я называю этих несчастных общим таким понятием диркачи. Это люди, которые там за моздумалую или даже за идею или похлопывание по плечу отстаивали вот те ложные тезисы, которые вбрасывались из Белого дома, из вот этого вот сообщества потомков Салавата. Я говорю о том, что сначала утверждалось, что защитники Куштау это все экстремисты, бородачи и ваххабиты, потом утверждалось, что БСК это благодетель для республики и так далее. И все вот эти диркачи, которые нараспев вот это все напевали, распевали в соцсетях и в СМИ, теперь оказались совершенно дурацкой позицией, позиции брошенных и никому не нужных, использованных по назначению предметов. Очень странно и очень даже печально иногда смотреть на этих людей и видеть, как они теперь выкручиваются, удаляют свои вот эти постики, пытаются делать вид, что они там ни при чем. Это, конечно, отвратительная история, наверное, на нее тоже нужно обратить внимание и на будущее вот этим вот сочувствующим условно, либо работающим за мзду малую или должность директора школы было неповадно и их не обуревал вот этот вот соблазн поучаствовать в этих процессах, чтобы оказаться там чуть-чуть на шажок ближе к персонажам типа Мурзагула. Мурзагулов, конечно, всех их подставил, Мурзагулов их всех бросил, сейчас они будут там пребывать в этом позоре, но, как говорится, по делу. Как говорится, не соды единый, жив Башкортостан. Все-таки в Башкирии происходят и несколько иные события, но другие темы. Давно мы не говорили про долевое строительство. На самом деле в этой области летом случился абсолютный застой, практически ничего не происходит. Вот история с Иглино, где внезапно поменяли решение о выплате компенсации для дольщиков и решили достраивать вот эти треснувшие пополам дома. И, в общем-то, больше ничего. Однако с полей приходят тревожные новости. В частности, господин Ковшов на прошедшей неделе проговорился, что через недельку-другую будет принято решение по Серебряному ручью. И, судя по всему, речь идет о том, что какие-то силы в нашем правительстве, в нашем руководстве республики пытаются окончательно отжать оставшиеся активы у Кроны, у застройщика Серебряного ручья. И речь идет, конечно же, о бизнес-центре Салават Юлаев и одном из самых лучших заводов по производству кирпича в Башкирии. Это пока предположения, однако предположения эти основаны на вполне себе достоверных событиях, которые, видимо, в ближайшее время появятся у нас в публичном пространстве. В Миловском парке ничего не происходит. Протестанты сидят в лагере, не добившись никакого контакта с властями, не получив никаких новых решений. Люди упорно протестуют. Не знаю, сколько это еще продлится, однако протест там длится уже довольно долго. И внутри групп дольщиков, всех групп, на самом деле, которые сейчас объединились в какие-то сообщества, уже назревают такие мысли и такие суждения, что нужно выходить на какой-то консолидированный протест. В сложившейся ситуации, конечно же, большой организованный протест дольщиков против действий властей в Башкирии может стать фатальным для Радия Хабирова. Вообще, любой серьезный протест сейчас в дополнение к ситуации с Куштавом может стать последней каплей в чаше терпения Кремля. Конечно же, Хабирову сейчас нельзя допустить, чтобы случились какие-то организованные протесты. А учитывая полный паралич его внутриполитического блока, эти протесты могут случиться абсолютно неконтролируемо. В общем, будем наблюдать и будем помнить о том, что эта проблема так и осталась нерешенной. Она есть, она назревает и она, как говорится, загнивает. На волне эйфории, связанной с победой на горе Куштаву, в республике начали проявляться и другие протесты и недовольства в области экологии. Я говорю об Обзелиловском районе, в котором начались действия в отношении русской медной компании, которая планирует разработку месторождения меди в этом районе. Местные жители не хотят допустить этой разработки и уже начали объединяться и выступать против планов русской медной компании, которая, напомню, в определенном смысле аффилирована с Темирблатом Каримовым. И есть мнение о том, что именно передача вот этих вот активов русской медной компании в момент прихода ради Хабирова к власти в республике Башкортостан была тем компромиссом между группировкой Сечин-Каримов, как бы откупными такими действиями, в части того, чтобы Сечин-Каримов не участвовали в политической жизни Башкортостана. Не знаю, чем продолжатся вот эти вот планы и намерения жителей Обзелиловского района, однако уже появились призывы на флешмоб, как теперь называется, протест против планов промышленных групп в Башкирии. Флешмоб этот состоится в ближайшее воскресенье в Обзелиловском районе. Были уже одиночные пикеты в Уфе по поводу требования спасти Салават-Совхоз от нашествия русской медной компании. Мы будем наблюдать за этой ситуацией пристально. Продолжается противостояние между районом Советов депутатов Архангельского района Республики Башкортостан и главой района господином Аминевым. Напомню, что выявленные нарушения господина Аминева в части конфликта интересов исследованной прокуратурой дала однозначное заявление о том, что господин Аминев должен покинуть свой пост. Другой санкции в отношении него законом не предусмотрено. И Совет депутатов района сейчас пытается сместить господина Аминева. В противовес этому из администрации Хабирова были присланы специалисты по укатыванию депутатов. Это господин Казимаслов и господин Бутыркин, которые пытаются унять депутатов, стремящихся к снятию главы района Аминева. Любопытно то, что, конечно же, конфликт между Аминевым и Советом района, он такой застарелый. Дело в том, что Совет сформирован еще предыдущим главой района, и они никак, эти депутаты, не восприняли Аминева-ставленника Хабирова. Выявлено очень много нарушений со стороны Аминева. Помимо этого главного нарушения конфликта интересов, когда родственник Аминева был незаконно пристроен в администрацию и получал денежные вознаграждения, помимо этого, конечно, Аминев прославился совершенно чудовищными нарушениями на своем посту. В частности, например, в течение года он израсходовал на себя и свою администрацию 22 фонда заработной платы в общей сложности, выплачивая себе и своим сотрудникам огромные премии. И параллельно с этим, например, господин Аминев отказывает материальной помощи Погорельцам в районе, Погорельцам с пятью детьми. Он заявляет, что в бюджете нет денег и, как говорится, идите лесом. А себе дорогому 22 фонда заработной платы он выделяет. Примечательно, что против Аминева выступают депутаты от «Единой России», это Простакшин, Гореев, Моносыпов и многие другие. Они, несмотря на то, что находятся в лоне партии власти, выступают против единоросса Аминева. В общем, посмотрим, как это будет развиваться. Дело в том, что полномочия Совета заканчиваются в сентябре. И тут такая напряженная ситуация в том смысле, либо они успеют его сместить, либо эта ситуация будет продолжаться дальше. Однако, изменить что-то, на самом деле, юридически, наверное, не получится, потому что правонарушение уже зафиксировано. И не эти депутаты, так следующие, все равно будут вынуждены смещать Аминева с его должности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова